Итак, хорошие сборы и тёплый приём зрителей неминуемо запустили локомотив, который, отойдя от станции Обитель Зла, спустя два года прибыл на промежуточную станцию, где подцепил вагон с названием Обитель Зла 2 Апокалипсис. И о содержимом данного вагона, как вы уже догадались, и пойдёт речь в этом ролике. А так как разгрузка вагона целиком и полностью ложится на мои хрупкие плечи, давайте скорее приступим без лишних промедлений. Обитель Зла Апокалипсис Начинается же так называемый Апокалипсис примерно в том же месте, где закончился первый фильм. Единственные выжившие Мэтт и Элис схвачены. Ничего не подозревающий Раккун-Сити безмятежно греется на солнышке. А неугомонные учёные предпринимают ещё одну попытку вскрыть муравейник, потому что им очень хочется узнать, что там произошло. Проще было бы, наверное, у Элис спросить, что там случилось. Но нет, учёные это не те люди, которые ищут лёгких путей и предпринимают меры предосторожности. Поэтому они открывают массивные железные двери и ступают в кромешную тьму, таящую исключительно опасность. И чтобы не видеть эту опасность, учёные предусмотрительно не берут с собой фонарики. Опасность же в виде заражённых не заставляет себя долго ждать и вырывается наружу. Да, именно заражённые, а не вирус. Я, в отличие от создателей этого фильма, понимаю различия между двумя этими понятиями. В общем, после второго, крайне удачного вскрытия муравейника, до вышестоящего руководства Амбреллы, наконец, доходит. Что дело, стопроцентная труба. Мост Рейденск-5. Главный въезд в Раккун-Сити. Главный въезд? Он же, судя по всему, и выезд. Что, в этот город никто не въезжает и никто не выезжает из него? Дорога же пустая до самого горизонта. Да и в городе как-то пустовато. У меня есть джип, джип, джип. Я персона вип, вип, вип. А у меня бетономешалка, блядь. Говорю, оговорю прыжников, пойдет. Таким вот образом, одна из машин, прибывших в город для эвакуации важных сотрудников Амбреллы, остается валяться посреди пустынной улицы, сраженная загадочной бетономешалкой, которая после аварии даже не подумала остановиться. Для полноты картины не хватает еще проезжающей мимо копейки с Домиником Перселом на пассажирском сидении. Спустя 13 часов зараженные заполняют город, а в фильм, возвращаясь с блядок, входит с сокотом копыт Джилл Валентайн. Да, вторую часть решили не оставлять без персонажей из игры. И вообще, в фильме будет много отсылок к играм серии, вплоть до точного копирования некоторых сцен. Но я не буду уделять этому внимания по причине, озвученной мной в обзоре на первую часть. Я лишь прокомментирую один, на мой взгляд, занимательный момент. Тоби Магуайр и Джош Хартнед должны были сыграть Криса Редфилда и Леона Кеннеди. Тоби Магуайр должен был сыграть и 98-килограммового мужика ростом 185 сантиметров. Тоби Магуайр, который благодаря своему невысокому росту сыграл Жаке в фильме «Фаворит». Что ж, я думаю, стоит продолжать жить, чтобы увидеть Тоби в роли Терминатора или Конана или Дяди Стёпы. Джош Хартнед, конечно, тоже не лучшая кандидатура на роли Леона, но это куда лучше, чем... Ну, вы поняли. В общем, переобувшись, Джилл отправляется в полицейский участок, чтобы продемонстрировать... Women Power. Пока мужики-полицейские возятся с мертвяками, совершая телодвижения, похожие на секс с женой по случаю золотой свадьбы. А ещё полицейские очень своеобразно реагируют на стрельбу в полицейском участке. Далее фильм демонстрирует небольшой фрагмент из финала первой части. С пробуждающейся Элис, которая, как оказывается, пробуждается не сама, а по воле какого-то мужика. Тут же выясняется, что вокруг города успели построить стену за сутки. Подлые китайцы. В связи с этим приоритетным средством передвижения сразу же становится вертолёт. И на одном из них в фильм влетает ещё группа персонажей в лице бойцов звёздного отряда. Один из них по имени Оливье... Оливьера сразу же начинает геройствовать. Женщине нужна помощь! Снижайся! Они не вооружены. Там есть женщины и дети. Они просто требуют делить. Оценив на глаз расстояние до крыши и моментально произведя в голове сопоставление полученных визуально данных с предполагаемой длиной верёвки, он выпрыгивает из вертолёта, поручив напарнику, пока он летит, успеет закрепить второй конец верёвки в вертолёте. Ну то есть вы поняли, пацаны, как нужно себя вести, когда видишь девушку в беде? В общем, этот мистер Невозмутимость в свободном падении раздаёт хэдшоты, ни разу не побеспокоясь, что его напарник может оказаться рукожопом. Хотя его озабоченность в этот момент выглядела бы ещё нелепее. А вдруг Николай забыл закрепить трос? Эй, Николай! Ты там всё прицепил? Да! А? Ну хорошо. Прошу вас, подойдите ко мне! Я знаю, что меня ждёт. Мы вам поможем! Нет! Жиза. Романтический момент утерян. Несмотря на то, что у пацанов был вполне конкретный приказ... Дельта, следуйте к мосту Равенсгейт. Там срочно требуется подкрепление. Они за какой-то хрен остаются на крыше. А вертолёт, который мог бы не улетать, улетает. Ситуация принимает вдвойне сомнительный характер, когда понимаешь, что главной задачей в фильме у этих мужиков будет поиск вертолёта, чтобы улететь из города. А пока эти жертвы нелепого сюжетного хода вступают в уличные бои с зомби. Тем временем, ситуация возле ворот на выезде из города совсем выходит из-под контроля. И обеспокоенным жителям предлагают съебаться по домам. Среди жителей оказывается и Джилл со своим укушенным черномазым другом. Наконец-то в фильме снова появляется Элис, которая хрен знает сколько времени бродила по городу кишащему зомби в медицинском халатике. Наверное, искала свой любимый магазин одежды. И так как фильм обзавёлся ещё одной боевой бабёнкой, то для подкрепления уникального статуса Элис и придания глубины персонажу, её инфицируют Т-вирусом. Что в дальнейшем наделяет её практически безграничными способностями и дарует право быть избранной на роль главной героини в этой франшизе ещё как минимум на 4 срока. И уж не знаю, благодаря ли возрастающим суперспособностям или случаю счастливому, Элис приходит на помощь к Джилл. Которая в компании своих спутников, единственной за весь фильм и, наверное, последней во всей франшизе и саспенсовой сцене, воссоздающей атмосферу ужаса первых частей игровой серии, безуспешно противостоит лизунам. Лизуны, к слову, вопреки правилам, установленным в первом фильме, почему-то не мутируют после поедания этого мужика. Да и вообще, мне думается, что после своего освобождения и выхода в люди, они испробовали далеко не одно человеческое блюдо, а потому должны были вымахать в динозавров внушительных размеров. Но так уж повелось, кто устанавливает правила, тот их и нарушает. Влетев в церковь со всей присущей ей скромностью, Элис принимается ликвидировать лизунов, находящихся под впечатлением от её эффектного появления, из всех орудий, находящихся в её распоряжении. Причём, для каждой конкретной цели она использует определённый ствол. Так, из этого я подстрелю мотоцикл, из этого я буду стрелять по движущимся целям, а это я использую для... И да, бог с нами. Тем временем, спецназовцы всё ещё отстреливаются от зомби, а когда им становится окончательно понятно, что это бесперспективняк, они начинают вызванивать вертолёт. Это Оливера, прошу срочной эвакуации, пришлите вертолёт! Ну, как я и говорил, нахрена вы вообще отпустили вертолёт, и нахрена вы спустились с крыши на улицу? Ответов на эти вопросы фильм не даст, просто так надо. Вместо этого он преподнесёт зрителям сцену с ещё более сомнительным содержанием. Как это не печально, через пару часов ты умрёшь. Ты станешь одним из них. Будешь охотиться на своих друзей, пытаться их убить, и, возможно, успешно. Мне очень жаль, но так будет. Что, блять? Они типа решили отдать дань уважения Джорджу Ромеро, игнорируя концепцию собственной вселенной? Почему мертвяки лезут из могил? Вирус же передаётся через укус от заражённого к живому человеку. Если, конечно, вирус не был распылён по воздуху, а он не был распылён. Именно поэтому я и заострил внимание в начале обзора на том, что на свободу вырвались заражённые, а не вирус. А если бы вирусы распылили, он всё равно не реанимирует полуразложившиеся трупы, коими являются эти статисты из клипа Майкла Джексона. Их слишком много. Если же эта сцена была нужна, чтобы показать нам крутые драки, то у них и это не получилось. В общем, пока наши герои борются за жизнь с мёртвыми, главгад приводит в действие Немезиса. Как до этого он пробудил Элис, потому что это некое испытание для них обоих. Немезис просыпается и идёт искать Конноров. Ну, в смысле, членов звёздного отряда. Хочешь пуля улав? Один патрон, один труп. Не стреляй! Это ещё что такое? Сказочный долбоёб. В общем, являясь ничем иным, как мутантом, Немезис в этом фильме почему-то обладает рыбакупо-терминаторским зрением с подсказками и такой же целкостью. Благодаря чему очень быстро разделывается со своими целями, даже не поцарапав этого очень важного негра. Лихо ты с ними разобралась. Я тоже хороша. Но не настолько. Со мной что-то сделали. Возможно, я уже не человек. Блин, даже в роликах реакционеров на Ютубе больше эмоций, чем у Джилл в этот момент. Даже у меня больше эмоций в любой из моментов. Или, может быть, она думает что-то вроде «Конечно, ты не человек! Ты же женщина! Ты сверхчеловек!» Тут их блуждания обретают значительно больше смысла. До них дозванивается некто доктор Эшвард и предлагает им эвакуацию взамен на помощь в поиске его дочери, которая была в той машине, что подверглась нападению бетономешалки. Помимо предложения сотрудничества, Эшвард, видимо, делится с Элис еще кое-какой информацией, потому что она внезапно начинает блистать знаниями относительно всей этой ситуации. На рассвете Рэкун-Сити подвергнут тотальной дезинфекции. Точечный сброс ядерного заряда. Мощность? 5 килотонн. Ума не приложу, зачем ей знать мощность заряда? И откуда Элис знает ответ на этот вопрос? Сам факт того, что на город сбросят ядерную бомбу, это уже... Стойте. Внизу кто-то есть. Ничего не вижу. А он есть. Так их группа напарывается на Немезиса. Негр поспешив... Мне это начинает надоедать! Но никого не рассмешив, получает лекарство от медленной смерти. А Элис вступает в поединок с Немезисом. Сначала она в стиле камикадзе бежит на него и стреляет. Немезис, обескураженный такой тупой наглостью, даже забывает, где курок у его минигана. А потом просто начинает мазать. Потом у Элис обнаруживаются задатки к прыжкам в высоту, длину и ширину. А Немезису начинает нравиться мазать. В результате этого ожесточенного сражения Элис ломает факчик, то есть пальчик. Не дожидаясь коллегу, Джилл с репортершей уезжают в школу. По дороге им попадается очень полезный негр. А теперь нам придется разделиться. Ты берешь первый этаж. Ты второй этаж. Я подвал. Предлагаю отправить в Голливуд петицию, в которой будет говориться о запрете использования в фильмах приема разделиться. Я бы на месте репортерши никуда не пошел, или бы застрелился на месте. Но команда разделиться в кино действует как заклинание, и никто не в состоянии не подчиниться. Короче, съедают репортершу, естественно. В это же время в школе шарятся спецназовцы, также завербованные доктором Эшвардом. Один из них, правда, сразу же сливается, решив повыпендриваться перед Джилл. Николай Жуков, к вашему слову. Спасайте девочку, я разберусь с этой тварью. Теперь точно даст. Блять, но не мне. Ай, хер на место верни. И как я уже говорил, в этом фильме есть сцены, один в один копирующие фрагменты игр. И одна из таких сцен случается в школе. Чтобы избавиться от собак, Джилл пускает газ на кухне. Джилл пустила газ. И убегая бросает зажженную спичку, которая, к сожалению, гаснет. Но какая удача, на выходе из кухни стоит Элис и преспокойненько смолит. Откуда у нее сигареты? Она же еще ни разу не закурила за два фильма. И ладно бы она просто прикурила сигарету, нет же, она ее до фильтра высосала. И откуда она знала, что Джилл выйдет из кухни и пустит газ? Хе-хе, это просто какое-то... В общем, девочка находится. И она носит с собой чемодан с антивирусом. Когда пуксали? Три часа назад. Тогда тебе повезло. Интересно, в чем заключается его везение? В первом фильме Рейн превратилась в зомби за меньшее время. И никакой антидот ей не помог. Но к черту условности, ведь Оливьера такой крутой персонаж. И для него припасена роль в третьей части. Ну а пока вся эта компания отправляется к вертолету, за место в котором придется еще побороться. Потому что доктора Эшварда спалил главгад. Поначалу эта задача не выглядит сильно сложной. И наши герои без особого труда вырубают мужиков в мотоциклетных шлемах без мотоциклов. Наверное, благодаря этим бесполезным тонированным шлемам мужики очень внимательны. И пытаются драться автоматами вместо того, чтобы стрелять. Интересно, попало или нет? Наверное, попало. Если бы не попало, он бы меня уже убил. Лучше пойду. Не буду проверять. В общем, они заходят в пустой вертолет, в котором только пилот. Элис начинает его крепить, как она это умеет. Взлетай! Я сказала, взлетай! Как вдруг? Как и вдруг главгад, судя по всему, снимает шапку-невидимку. Просто у меня нет других мыслей по поводу того, откуда он там взялся. И, видимо, как большой поклонник Снафа, он вынуждает Элис драться с Немезисом. Дерись с ним. Нет. Иначе они умрут. Мне все равно. Твое лицо, когда не получилось взять на понт. После демонстрации серьезности намерений главгадам, Элис вынуждена ему подчиниться. Начинается поединок, во время которого монтаж и камера танцуют брейкданс на льду. И понять, что происходит, способен только человек под рапидом. Ясно лишь одно. 50 килограмм Элис с легкостью дают отпор 150 килограммам Немезиса. И в тот момент, когда Элис окончательно входит во вкус и готова расщепить красавчика на атомы только лишь своей ненавистью, она узнает в нем это. И в противовес глубине персонажа, преданной Элис путем наделения ее сверхчеловеческими способностями, Немезису придают глубины, очеловечивая его. Он становится положительным персонажем. Почему-то мне кажется, что на этом моменте поклонники игры рвали на голове волосы и кончали жизнь самоубийством. Остальные же дальше могли лицезреть, как Ловка Немезис разделывается с мотоциклистами без мотоциклов. Как Джилл, отстреливаясь от них же, прикрывается девочкой. Как Элис, спасая свою жизнь, убегает от ливня пуль и натыкается на... Пацаны, вы, наверное, за стеной стояли и не видели. Давайте я вам сейчас покажу. Ну, теперь понятно. Брось его! Теперь я понимаю, почему они в шлемах. Под ними, наверное, что-то вроде этого. Тем временем, главгад... Почему мы еще не взлетели? Потому что обычно я вожу гадил... Как он там оказался? Неужели нельзя было придумать более оправданное применение этому бесполезнейшему персонажу, которому было выделено отдельное время в фильме, но который ни единым своим действием или словом ни капельки не повлиял на сюжет? Неужели сценаристы тащили его через весь фильм только ради того, чтобы он в конце не дал вертолету взлететь? Да вертолет мог и не взлететь по тысяче других причин. Есть у меня, конечно, предположение, что он выполнял роль носителя юмористической составляющей, но где тогда шуточки? С тем же успехом они могут в шестую часть взять Димку. Немного успокаивает лишь то, что он не умеет управлять вертолетом, а то это была бы совсем фантастика. Как бы там ни было, наши герои завладевают вертолетом и улетают, оставив главгада на растерзание мертвякам. Бакурат с их отлетом прилетает ракета. Вертолет, застегнутый взрывной волной, терпит крушение. На место крушения прибывает мужик, которого я видел в каком-то сериале, не помню в каком. Если не знать, что ее оживят, то можно испытать те же эмоции, что и в этом моменте. Но... Да, Элис каким-то образом оживляют. Может быть как-то так... И она опять начинает колотить мужиков одной рукой, второй аккуратно придерживая простыню. Как будто в этой ситуации прям так важно, чтобы никто не увидел тебя голеньким. Если уж на то пошло, ей надо было бы поучиться у Ван Дамма, как обматываться полотенцем, чтобы не слетало. К тому же у нее, видимо, начинает работать 20, а то и 30 процентов мозга. На выходе Элис встречают спецназовцы, которые, услышав остановившуюся позади машину, синхронно отворачиваются от своей цели. Серьезно, они что, обиделись? Или может быть она халат распахнула и они такие застеснялись? Из машины выходят Оливьера, Джилл и тот самый очень важный негр. Они забирают Элис, посмотрев по команде режиссера в одну точку, а потом синхронно отвернувшись, они уезжают. Доктор Зло включает проект Элис, тем самым оставляя концовку не то чтобы открытой, а распахнутой настежь. И практически прямым текстом говоря, что в следующей части суповой набор опять будет стягивать со всех прочих персонажей одеяло на себя. Как она это делала в этом фильме? Ведь так оно и есть. Обитель Зла Апокалипсис, обладая очень незаурядным сюжетом, который по сути отличается от сюжета первой части лишь местом действия и масштабом, даже в сравнении с той же первой частью не может похвастаться помимо Элис хотя бы одним ярким, более-менее запоминающимся персонажем. Здесь есть запасная Элис, которая тоже крутая. Но не настолько. Какой-то негр, от которого толку, как от Пятого Колеса. Группа спецназовцев, которым не смогли придумать нормального повода для их присутствия в городе и прочая разношерстная пища для мертвяков, о которой даже сказать нечего. Они даже Немезиса слили, просто уронив на него вертолет. Те, кто играл в третью часть игры, я думаю, сильно этому удивились. В остальном же в свое время фильм, наверное, смотрелся нормально для попкорнового боевичка. Взрывы там, перестрелки, драки, снятые по принципу мельтешения кадров. То есть, если на экране что-то мельтешит, значит, кто-то дерется. И до того момента, пока я не пересмотрел этот фильм, я думал, что это лучшая часть франшизы. Но, к сожалению, у этой франшизы нет лучшей части. И как раз таки ей не помешал бы перезапуск. А на этом у меня все. Если не хотите пропустить обзоры на следующие части, то подписывайтесь на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Пока-пока. А если бы вирусы распылили, он же все равно не реанимирует порол... Да блядь! Полуразложившиеся трупы! А если бы вирусы распылили, он все равно не реанимирует полуразложившиеся... Сука!